13 дней назад Крым получил неожиданный удар, Украина прекратила энергоснабжение полуострова. Россия расценила этот поступок как теракт, а крымчане остались без электроэнергии и, как следствие, без водоснабжения и связи. Конечно, эти проблемы будут преодолены. Удивляет только позиции наших партнеров из Киева. Без их молчаливого согласия эти события не могли бы состояться. Это очевидно и понятно. Блэкаут наступил в ночь с субботы на воскресенье. И с утра в выходной день жители Керчи хлынули на рынки и в магазины, скупая свечи, батарейки и генераторы. Самыми оживленными местами города стали точки продаж генератора. Люди с утра стоят в очередях. Мы вынуждены покупать генераторы. Мы, например, молочники – это Скоропорт. Огромные очереди выстраивались на заправочных станциях, в хлебных магазинах, у банкоматов, создавая ажиотажный спрос на предметы первой необходимости в условиях чрезвычайной ситуации. Закрылись заводы и предприятия. Мелкий бизнес предпочел переждать тяжелые времена. Людей отправили в простой. В школах и детских садах объявили недельные каникулы. Городское руководство в эти дни просило только об одном – сохранять спокойствие. В первую очередь я попрошу всех керчан не паниковать. Ситуация под контролем. Пока в администрации принимали решение по жизнеобеспечению города, керчане вышли на незапланированные пикники. По всему городу жарили шашлыки и готовили на кострах. Появившееся свободное время горожане провели со своими друзьями и близкими. Вы спасаете свою еду? Да, спасаем свою еду. Газ есть. Надо ему вкуснее. Транспортная система в Крыме сейчас работает устойчиво. Как сказал Ремарк, в темные времена хорошо видно светлых людей. Чрезвычайная ситуация побудила одних керчан работать, не покладая рук. Другие задирали цены на ходовой товар и продавали возможность зарядить мобильные устройства. А бесплатно у вас или платно? А сколько стоят? Час пятьдесят. Для кого-то дорого, для кого нет. Это все условно. Но дело в том, что это самое. Это просто не по-человечески. Керченский хлебокомбинат, не считаясь затратами, изготовил столько хлеба, сколько потребовалось. В заправочные станции подвозили топливо. Центральный рынок, маленькие магазины и частные производители приняли на себя хлынувший поток покупателей. Все медицинские учреждения и объекты водоканала перешли на генераторы и не допустили остановок. На данный момент больница работает в штатном режиме. Никакого энергетического голода мы не испытываем. Интернет-провайдер Керчнет работал в режиме нон-стоп и с первого дня предложил людям свою помощь. Сайт Керчкомру одним из первых понял, что в Крыму произошла какая-то глобальная катастрофа, потому что мы как интернет-провайдер отслеживаем поступление электроэнергии в городе Керчи. С первого дня мы поняли, что керчанам потребуется помощь и пригласили их в наш офис получать бесплатно электроэнергию, заряжать свои мобильные гаджеты, а также бесплатно пользоваться интернетом. Понимая, что горожанам нужна своевременная и достоверная информация, мы давали ее, работая по 24 часа в сутки. Кроме того, наши журналисты отправили видеоматериалы, отражающие бедственное положение города, федеральные телеканалы. И только на пятый день съемочные группы центральных СМИ прибыли в Керчь. Корреспондент китайского телевидения отметил стойкость керчан. Мы пережили большее, чем сейчас. И нам все равно все будет хорошо. В отсутствие энергоснабжения магазины, банки, предприятия остались без централизованной охраны. И на помощь полиции пришли добровольцы. Город засыпал, а служба шла. Стражи порядка вместе с общественными формированиями, депутатами горсовета и ополчением патрулировали ночные улицы и закоулки, чтобы в режиме ЧАЭС не допустить роста преступности. Два года назад, когда начиналась Крымская весна, мы были в числе первых, кого никто не просил об этом, но мы понимали о том, что мы нужны городу. И сейчас также точно никто нас об этом не просил, самостоятельно вышли с этой инициативой. Все эти тяжелые дни журналисты сайта Керчком.ру мониторили режим работы жизненно важных объектов города, таких как больницы, автовокзал и другие. И с уверенностью можем сказать, что керчане справились, работая без перебоев. Кроме того, чрезвычайная ситуация показала крымчанам, что мы не одни. И как только информация о тяжелом положении распространилась по стране, колонны с гуманитарной помощью, генераторами, топливом и специалистами непрерывным потоком доставляли паромами в Крым. В город Керчь уже пришла партия генераторов с материковой части России. Администрация города уже распределила их по социально значимым объектам. На помощь прибыла Донская спасательная служба МЧС России, которая развернула в Керчи целый пункт жизнеобеспечения. У нас побывали лучшие специалисты в области медицины Федерального медико-биологического агентства России. И, конечно, все внимание крымчан в эти непростые дни было обращено на энергетиков. Именно они круглосуточно выстраивали схемы подачи электроэнергии на объекты жизнеобеспечения, делали переключения, ремонты, расставляли по городу генераторы, а также выполняли несвойственную для себя работу по раздаче топлива. Несколько первых дней город питался только той энергией, которую вырабатывала Камыш-Бурунская теплоэлектроцентраль. Здесь в круглосуточном режиме велась работа по установке дополнительной турбины, которая позволила бы увеличить генерацию еще на 10-12 мегаватт. В режиме нон-стоп работала и городская власть. Оперативные совещания штаба ЧАЭС проводились дважды в сутки. О проделанной работе и проблемах немедленно докладывали главе Крыма. Параллельно с этим лучшие умы России в области энергетики работали над реализацией энергомоста, который способен навсегда подарить Крыму энергетическую независимость. И ночью, 2 декабря, намного опережая график, под личным контролем президента Владимира Путина произошло историческое событие. По первой линии энергомоста в Крым пришло 200 мегаватт электроэнергии с материка. Владимир Владимирович, сейчас пойдет набор нагрузки. Спасибо, поздравляю вас. Это будет надежная, собственная система генерации. связанная и с основной энергосистемой России, и плюс еще своя собственная. В 2017-2018 году будет больше, чем сегодня получали из Украины. Собственная будет больше, чем сегодня получали из Украины. Поэтому мы обеспечим возможность для развития экономики Крыма на достаточно серьезную, как минимум, среднесрочную перспективу. Спасибо вам огромное. Крымчанам спасибо. Вы слышали, что сегодня подключили энергомост? Да ладно, серьезно? Клево, вообще отлично. Слышали и знали, и надеялись, что скоро дадут свет. 11 дней в полной изоляции от энергосистемы Украины научил Крымчан действовать сообща, помогать друг другу, заботиться о слабых. Мы вдруг оторвались от компьютеров и обратили внимание на свои семьи. Мы увидели, как могучая держава во второй раз подставила плечо поддержки в трудную минуту. И мы снова убедились в правильности своего выбора на референдуме 16 марта прошлого года. Спасибо! Спасибо! Спасибо!